приветствую всех друзьям ходила я как обычно я думаю узнаете фикс прайс честно говоря пошла исключительно за подносами и мне нужны были лепешки и хлебцы которые мне закончились но в итоге я как обычно приглядела еще кое-что слава богу денежки с собой были так вот два новогодних подноса вот такой вот изумительный прям красочный и вот такой с пейзажиком сейчас быстренько всем покажу буду показывать все подряд потому что мне еще их сканировать эти товары потом за вот эти свои любимые с луком хлебцы очень их люблю очень нравится и не знаю что сказать полезные я не взяла три упаковки по-моему они там по 16 чем-то за упаковку я чек покажу вот дальше собственно взяла вот эту лепешку мне понравилось с семенами кунжут это или семена льна не знаю в общем мультизлаковые кстати в прошлый раз у меня я брала две упаковки и в одной упаковке у меня оказалось не четыре лепешки опять лепешек вот так что взяла вот такую и еще появились томатные взяла на пробу может быть понравится буду их брать так тут оставлю от около снег куда падает потом увидела вот этого автора книги буквально уже шла на кассу и вот увидела во первых сначала увидела джеймс джеймс рэкса стаута книги анира вульфин но у нас есть вся коллекция поэтому я их не стала смотреть а потом смотрю рядом вот это вот про кота я где-то слышала о них или даже не знаю ли рецензии читала в общем вроде как хорошие интересные книжки там было четыре я взяла все четыре они все разные вот значит кот который сорвал аплодисменты кот который разговаривал с привидениями кот который любил бранса и кот который нюхал клей вот я про эту книжку слышала вроде как она но достойная поэтому я решил взять вот дальше я увидела вот такой соус старияки и состав я вам скажу сейчас я не знаю будет видно или нет наверно не будет видно да на черном фоне плохо читается в общем состав тут входит соевый соус натуральный то есть его состав входит вода соевые бобы пшеница и соль все то есть дела попробовать потому что раньше такого не видела но и вообще я люблю такие японско китайские соусы так потом увидела вот такой наборчик мне для миниатюр ну и по крайней мере даже не для меня миниатюр а для съемок то есть когда я еще свою посуду сделаю еще неизвестно а это для фотографий красивых или чего-то такого можно использовать и она это конечно не один к 12 это точно я думаю что это один к восьми или один к шести довольно крупная такая посуда и здесь изображены апельсинки по крайней мере это самое приличное из того что там было поэтому вот выбрала апельсинки такой наборчик и собственно еще зачем я пошла нашла таки я его я обошла весь магазин себя вспотела там такая жара кофейный фартук хотела я его давно увидела тоже у кого-то в обзорах на фикс прайс вот собственно взяла потом взяла пергамент для выпечки вот точно не скажу вам какой фирмы потому что упаковку уже выкинули брали похожую штуку в седьмом континенте что-то около 50 рублей стоил тоже вот этот пергамент совершенно отвратительная вещь я просто плююсь извините матерюсь когда выпекаю на этом пергаменте вот самый лучший пергамент мне нравится это фикс прайсовский вот но мне нравится больше в коробочках таких знаете квадратных вот там не было там был только рукав для выпекания была только такая бумага так что посмотрим как это обычно я беру вот в квадратных коробках говорю в такую я первый раз дела бонхом проверим может быть она будет также хороша или наоборот вообще ужасно вот еще взяла себе резинки для волос ну совершенно обычные там они наборами идут по каким-то родственным цветам этот мне больше всего понравился и я попробовала вроде бы они не выскакивают потому что я как-то брала они еще видите такие как будто рифленые что ли то есть ну такими какими-то пырышками я брала ровненькие они у меня очень быстро все оторвались вот вот эти штуки оторвались от самих резинок металлические вот посмотрим как этим вот дела вот этот маленький корчик давно его хотела ну как давно недавно делала соус и поняла что много соуса мне не надо а мало соуса кастрюлька большая очень поэтому для соуса персонально для себя потому что мама не не ест домашние соусы вот и как-то если никто больше дома не есть соусы то они залеживаются и просто выкидываешь так зачем делать много когда можно сделать так вот чуть-чуть под себя вот потом еще увидела этот кружку что-то я стала больна на кружке просто она была одна там да может быть у них опять же на складе валяются кружки но вот такой цветочек она такого нежно-нежно пастельно-розового цвета рисунок только с одной стороны и она довольно вместительная такая можно сказать глубокая вот она на большого диаметра поэтому может быть миллилитров 300 мне точно влезет ну-ка сейчас посмотрим сзади чем это ну да 310 миллилитров вот и собственно еще взяла вот эту мисочку то что меня мама на днях купила темненькую сейчас вам покажу и вот у нас не конфетки лежат вот поэтому я что-то не удержался решила возьму еще светленькую чтобы такая была коллекция кофейная плюс еще фартук вот ну и чё еще еще забежала на рынок взяла свой кижач и свороб как обычно а вот такие были покупки ой это декабрь потому что все новогодние я уже купила и мне в принципе больше уже ничего не надо поэтому я я чисто вот пошла за фартуком за подносами за хлебцами и за лепешками но еще по дороге купила посуду и книги чему несказанно рада такие были покупки я думаю что нужны о книжках я расскажу в обзоре о прочитанном думаю что в следующем году потому что в этом году я уже читаю несколько книг и у меня лежат книги на грядущий месяц вот так что подписывайтесь ставьте пальчики вверх и пропускайте новых видео пока пока так друзья мои забыл вам чек показать уже его скомкала и выкину в принципе вот все по 50 хлеб 16 и чё еще и лепешки по 25 все остальное по 50 честно говоря цены у них снизились видимо к новому году потому что до этого цены были все по 55 вот сейчас вот так вот